Нижнеомский маслозавод не заплатил фермерам за молоко. Поставщики скупали сырье в частных подворьях нескольких районов области для сельских жителей. Это единственный способ заработать, но предприятие не платит по счетам и накопило, по словам людей, около 11 миллионов рублей долгов. В ситуации разбиралась Тахминат Инысова. Так ласково своих коров называют фермеры Ирина и Юрий Титаревы. К созданию своего хозяйства они шли долго. 12 лет копили на первое стадо. Возили молоко с частных подворья нескольких деревень на Нижнеомский маслозавод. Но уже больше года со своими поставщиками фермеры рассчитаться не могут, предприятие не платит. Если у меня было первоначально 800 сдатчиков, на 15-й год 300 осталось. Потому что вырезали скот. Нету. На селе молоко это единственный заработок. Люди специально держат коров, чтобы сдавать молоко, чтобы детей в школу собирать. Дрова, сено заготавливать. А у нас нет никакой стабильности. Таких брошенных фермеров-предпринимателей, как Ирина, десятки. В общей сложности Нижнеомский маслозавод должен как минимум 11 миллионов рублей. Сельчане режут скот, предприниматели терпят убытки. Министерство сельского хозяйства в курсе, но ничего не предпринимает. По словам главы ведомства Максима Чекусова, он сам с удовольствием покупал масло Нижнеомского завода и не понимает, почему предприятие не работает. Конечно, нас это беспокоит. Я сам покупал масло. Настоящий фермер с удовольствием магазин. Сегодня завод стоит, актив стоит. Мне непонятна позиция Карева. Я вообще не вижу проблем, чтобы этот завод запустить. Пусть запускает производство, но его поддержим. А вот, по словам Дмитрия Карева, предприятие как раз и закрылось, потому что региональное министерство не оказывало никакой поддержки. Хотя несколько лет назад, по его признанию, он вложил в реконструкцию маслозавода 100 миллионов рублей. Я никому не должен, поэтому я какие-то комментарии должен давать. Если бы кому-то было реально интересно, тому же министру, он бы мне позвонил или хотя бы сказал, блин, приходи, поговорим. Да, ему это начать не надо. Но почему должен комментировать его бред, который он несет? Планов у меня уже на фельдской хозяйки точно нету. Я его выставил на продажу и готов всем этим клалотыкам, в том числе министру, предложить купить его. То есть пусть скинутся, они зарплаты хорошие. Кто купит завод, неизвестно. Предприятие выставлено на продажу с декабря прошлого года. Брошенные предприниматели пытались отстоять свои права в суде. Некоторые дела выиграли, но взыскать деньги приставы не могут. Уставной капитал компании всего 10 тысяч рублей. Организация была продана вместе с долгами. Какому-то товарищу, который живет в Татарстане, которого полиция не может установить. То есть юридически сейчас лицо, которое осуществляет свидетельность на данном предприятии, оно не несет ответственность перед этими гражданами. А там не могут установить лицо, которое стало членом обладателем данной организации, и, разумеется, долгов. Общество защиты прав потребителей ищет пострадавших предпринимателей. А такие есть даже в Новосибирской области. Организация намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы возбудить уже уголовное дело. Тахмед Нысова, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.